Еще в прошлом году, наверное, в ноябре месяце, мы начали выпрашивать в отпуск именно с 8 августа. И эта дата, при этом, не была привязана к походу никаким образом. Просто мы на август планировали просто сесть и поехать. Мы планировали сначала на Байкал, потом давай читать про Монголию. И, как обычно, чем больше читаешь, тем больше хочется. И когда мы читали, 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 мы про поход узнали чисто случайно. Вообще абсолютно случайно, разговаривая в гаражах с мужиками. Мы узнали, что как раз на август, на выходные, планируется поход. Мы загорелись, перерыли интернет, все нашли. И мы просто сидели вот так вот и офигевали, потому что, блин, ну это то, что надо. В наших сроках, вот эта организация, во-первых, еще Фергонова просто тоже непростой. Он нам близок и интересен. И большой толпой всегда интересно ехать, правильно? Это тоже немаловажно, сыграло роль. Плюс еще, вот сколько у нас мотоциклов едет, большая часть это Хонда Африкатлин. Мы в том числе ездим на таком. И интересно именно вот общаться с африководами, потому что все они по природе люди добрые. Ну, как отец нет. Ну, то есть, в общем-то, изначально, как и говорил, тоже Паша Сидович, что в первую очередь заинтересовал, конечно, сам маршрут, именно как путешествие, как поход. Но, помимо всего прочего, когда мы это положение открыли, мы видели, что поход это совсем непростой. Он имеет еще и другую подоплеку, которая оказалась нам не менее интересна, как путешествие, как таковое. Вот, собственно, поэтому загорелись этой мыслью изначально, вот только увидели, только прочитали. Плюс еще вопросы, касающиеся церкви, они с каждым годом возникают, когда ее все больше и больше, видимо, потихоньку мы идем своей дорогой к Богу. И тут появляется такая уникальная возможность в долгом времени пообщаться, увидеть, посмотреть, задать какие-то вопросы. Потому что, в основном, те вопросы, которые возникают, мы ответы не выищем, то происходящее, собственно, в того, как глядя по сторонам. И пойдешь в церковь, как ты, и не спросишь, что придешь к батюшке, и не спросишь, что, где и как. То есть такая уникальная возможность, можно сказать, для нас очень радует. В твоем, когда едешь, интереснее даже вот эти все впечатления, когда ты получаешь, ты вот это все видишь, ты дышишь. На мотоцикле, в отличие от машины, на мотоцикле ты едешь, и на машине ты едешь, ты как телевизор смотришь. У тебя тепло, комфортно, сухо, любую погоду ты сделал, и вот этот телевизор перед тобой. Когда ты едешь на мотоцикле, ты вживую, ты в 3D, в 4D, тебя дождь обливает. Но зато, когда другая красота, и смотришь по сторонам, как толкаешь, смотри, там, столько эмоций, это классно. Этим заряжаешься, и хочется ехать, ехать, ехать. Надо сказать, что и мотоцикл мы, собственно, преднамеренно поменяли на более туристические, более подходящие именно для дальнего путешествия. Потому что раньше у нас был городской мотоцикл, у меня фотоцикл, но там очень интересное путешествие. Ну, хорошо, подготовка как классно была. Трасса просто фантастическая. Видно было, что сколько вложено труда, идеи, все они просто так, с мыслью. Да, именно очень понравилось. Вот сама, ну, я вот говорю, сами соревнования, мы, к сожалению, не увидели, но как было все подготовлено к этим соревнованиям. Просто действительно была видна огромная работа. Помимо результата еще и смотрели фотографии в интернете о подготовке. И уже тогда сложили свое впечатление о том, действительно, сколько труда, сколько желания человеческого должно. Понравилось. Здесь, помимо вот, ну, на мероприятиях обычно заготавливают трава, воду, здесь это все было. В том числе понравилось музыкальное сопровождение, потому что обычно на байкерских мероприятиях это «А-а-а-а-а-а-а-а». Здесь нет, здесь были такие русские спокойные песни, зажигательные. Страшно, атель-рог был и... Я когда вылез в 2 часа ночи, там, из палатки, потому что кто-то прошел или уронил нашу палатку, да, вышел, я просто удивился от того, что огромная толпа взрослых мужиков там пляшет под белые розы, скачет. Это, ну, это классно. Это понравилось, очень понравилось. И не было пьянства, болячства и всего такого. Это, видимо, тоже от руководителя. Субтитры сделал DimaTorzok